Кто не успел, тот кэшбэк не получил. С 25 августа по 10 сентября жители региона могли получить кэшбэк за отдых 20%, но не более 20 тысяч рублей. А сама поездка должна состояться с 1 октября по 25 декабря. По словам туроператоров, уже в первые дни акции многие жители края воспользовались такой возможностью, планируя осенние каникулы с детьми. Теперь планировать свой отдых могут и те, кто не готов мириться с осенними холодами. Сегодня для нас доступны многие пляжные курорты с вылетом из Новосибирска. Летает прямой рейс в Египет на курорт Хургата. Также два раза в неделю летает рейс в Арабские Эмираты. И с конца октября заявлена программа «В Таиланд – любимая страна нашими туристами». Будет выполняться рейс на остров Пхукет через Казахстан. Мы очень надеемся, что эта программа состоится. Оставили нам Турцию с вылетом из Новосибирска на курорт Анталии до весны. Из Москвы можно улететь на Мальдивы и Кубу. А что касается Турции, страна заставила понервничать российских туристов. Сегодня в Турции сокращается количество торговых точек и банкоматов, принимающих карты МИР. Однако в барнаульских турагентствах заверяют, что сейчас 70% турецких отелей принимают карту МИР. Если говорить про внутренний туризм, то здесь наш регион, в частности Белокуриха, по словам туроператоров, уже ничем не уступает Сочи. Начиная с апреля там полная загрузка. А сами жители Алтайского края предпочитают пакетные туры в Москву, Санкт-Петербург, Белокуриху, Горный Алтай и не только. Это Хакасия, это Новосибирская область, то есть многие, также очень Кемеровская область, которая не только горнолыжный центр, но и экскурсионный туризм. Туда тоже люди активно ехали. Ну и, соответственно, другие города, которые все больше тоже привлекают внимание. В этом году это вот, например, Дагестан. То есть это направление, наверное, никогда не пользовалось таким интересом и спросом, как в этом году, потому что его очень активно рекламировали, активно раскрывали, какие возможности могут быть в этом регионе. Кстати, жители Алтайского края уже начали планировать новогодние каникулы. Причем есть люди, которые обращаются в агентство за полгода, еще в июне. Среди любимых новогодних направлений – горнолыжный отдых на Телецком, Манжироке, Белокурихе и Ширигеше. В среднем за три дня отдыхающим придется отдать 20-30 тысяч за человека. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.